МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот и пролетел ровно год с того самого дня, когда мы впервые встретились в этой аудитории и вышли в эфир. За это время «Антитопор» набрал популярность, и этому свидетельствует тот факт, что о нас знают многие как в Армении, так и в других странах. Кстати, мы заглянули в статистику YouTube и группу «Антитопор» ВКонтакте. Особенно приятно, что мы не занимались не искусственной накруткой, для привлечения к себе внимания, не рекламой. К нам все больше и больше присоединяются людей по собственному желанию. А таковых в YouTube свыше полмиллиона просмотров. Однако, учитывая, что наши выпуски выходят в социальных сетях, сайте и Рутубе, то суммарность достигает чуть менее миллиона человек без сотни. В первую пятерку стран, где популярен «Антитопор», входят по убывающие – Россия, Армения, Соединенные Штаты Америки, Азербайджан, Украина. В десятки затем следует Грузия, Казахстан, Германия, Франция, Испания. Что касается возрастного ценза, то у меня данные лишь в социальной сети ВКонтакте. На первом месте это люди от 21 до 24 лет. Второе место за людьми от 18 до 21 года. Третье место за лицами от 24 до 27 лет. Четвертое место от 45 лет. То есть в совокупности наш зритель среднего возраста. За это время, как мы и ожидали, сообщество «Антитопор» обзавелось как друзьями, так и врагами. И даже завистниками. Среди наших друзей это информационно-аналитический центр «Восконопад», газеты «Нахичевань на Дону», «Ярк Рамас», «Ноев Ковчег», турецкая газета «Агос», французский и армянский журнал «Нувель д'Армени». Нашими врагами стали азербайджанские сайты «Hakken.as», «Vesti.as», «Day.as», пишущие из плетни о нас, но так и не давшие ни одного аргументированного опровержения против моих тезисов, высказанных с помощью независимых источников. Есть и завистники, это уже среди армянских различных пабликов, также это армянский сайт, если конкретнее, miatsum.am, вечно страдающие патологии укусов энцефалитов, кляузников и люди с комплексами отставания умственного развития. Их ноги из Пятигорска и Екатеринбурга. Надо сказать, что недоброжелатели нас мало интересуют, но они есть. Поэтому мы были изначально готовы к тому, что нечаянно где-либо наткнемся и вы наткнетесь на нелепые высказывания от, казалось бы, армян в адрес антитопора и его ведущего, то бишь меня. Важно, что наша работа приносит свои плоды. Те, кто в соцсетях следит за нами, знают, что мы также пишем эксклюзивные материалы на аналитическую, историческую, культурную тематике. Наши материалы не раз публиковались в других изданиях со ссылкой на антитопор. Бывает, что и не ссылаются. Ну, да бог с ним. Также мы разыгрываем призы на викторину, вопросы, которые касаются исключительно истории Армении. И за год нами было разослано свыше 50 призов от антитопора своим подписчикам. Примечательно, что нашими подписчиками стали люди самых разных национальностей. Конечно же, больше русскоязычных армян. Но также, судя по сообщениям, нас с удовольствием слушают и смотрят русские, украинцы, грузины, евреи, лезгины, толши. Из национальных меньшинств антитопора нас также смотрят сербы, греки, албанцы, иранцы, казахи, татары. И даже, как вы уже догадались из того списка, который я вам приводил в пример, даже азербайджанцы. Есть и такие. Те, кто понимает, что происходит в информационной политике их страны. Состав антитопора тоже отборный. С нами начинал Артем Шахназаров, оператор, который снимал все наши первые выпуски со дня основания нашего сообщества. Сегодня он оператор армянского информационно-аналитического центра «Ноян Тапан» в Ереване. Заменил его Михаил Теруцуян, сейчас он находится здесь за камерой, который помогает нам снимать все наши лекции, чтобы их слушали не только вы, но и тысячи других по ту сторону экрана. Помогают с документами и написанием статей молодые специалисты, будущий арабист Роберт Маккартычан, будущие врачи Нунеба Громян Валерий Кулунц, будущий историк Гарик Маркарян. Ну, а очищает ночами всю шелуху от снятого материала Айк Маркарян. Также мы получаем десятки сообщений в день из разных уголков земли. Большая часть со словами благодарности, конечно же. Вот одно из писем, которое я не мог не прочесть. Мне 56 лет. Помню, в молодости я бежала с работы домой, чтобы успеть посмотреть бразильский сериал «Рабыню и Зауру». Это было в 80-х. Теперь с нетерпением жду антитопор. Это антитопоромания какая-то. Приятно, но от любой мании нужно избавляться. Спешу обрадовать всех, кто нас смотрит и верит в нас. С 2015 года антитопор будет заниматься еще и информационно-разведывательной деятельностью. С удовольствием будем скупать и принимать в дар любые архивные и старинные материалы для дальнейших их публикаций и распространения. В мире находится масса особо важных документов и научных трудов, написанных независимыми людьми и говорящими правду об истории армянского народа. Так как были свидетелями ряда всех этих событий. На днях мы выкупили очень серьезную книгу, изданную в начале 20 века. Возможно, она осталась единственной в своем экземпляре. В феврале мы ее переиздадим. И уверен, она произведет фурор для одних и жуткий дискомфорт для других. Во всяком случае, я обещаю, что она станет бестселлером. Пока храню в тайне, что это за книга. Но секрет открою уже в начале 2015 года. А сейчас я хочу на две недели попрощаться с вами и с теми, кто находится по ту сторону экрана. Отдохнуть две недели. Надеюсь, скучать не будете. Две недели пройдут быстро. За это время, кроме работы и учебы, я бы вам рекомендовал почитать чего-нибудь интересное. Помириться с теми, с кем в ссоре, провести время с пользой. Это пожелание хорошим людям, хорошим нашим слушателям и зрителям. А кибероскярам мне бы хотелось не пожелать, а оставить домашнее задание. Каждый гражданин своей страны беспрепятственно путешествует по собственной стране. Для этого даже не нужен загранпаспорт. Россиянин-москвич может спокойно съездить в Ростов. Ростовчанин в Кострому. Костромчане в Сочи. Гражданин Бразилии спокойно путешествует из Рио в Сан-Паулу. Или из Форталезы в Белого Аризонта. Также и гражданин Армении беспрепятственно ездит из Еревана в Гюмри, например. Или из Мегри в Севан. Если вы утверждаете, что Карабах неотъемлемая часть Азербайджана, как и Баку, вопрос. Почему азербайджанские власти преследуют граждан Азербайджана за поездку на свою же неотъемлемую территорию в Карабах? Поездка в Степанакер или Шуши приравнивается ими поездкам в Ереван или Гюмри и одинаково преследуются властями. Подумайте над этим. Продолжение следует...